Здравствуйте! В эфире «Автограф дня». Время подвести итоги пятницы. И вот о чем расскажу вам я, Алексей Применин и мои коллеги. Представители судостроительной отрасли со всей страны сегодня собрались в Северодвинске, решали, как IT-компании помогут предприятиям. Площадка для обмена мнениями на тему укрепления народного единства, мира и согласия. Сегодня в Архангельске открылся Северный межнациональный форум. Рукодельницы всей страны шьют одежду для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Кто подключился к движению в Архангельске? Покорители столицы Искар-Погор или как прошел отборочный этап международного конкурса любительских театров в Москве. Все необходимые 300 тысяч человек мобилизованы, задание выполнено. Вот основное, что сегодня зафиксировали все СМИ в докладе министра обороны Сергея Шойгу Владимиру Путину. Мероприятия по частичной мобилизации закончены, оповещение граждан прекращено. Военные комиссариаты продолжат принимать только добровольцев и кандидатов на службу по контракту. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой большой работе. Вы сами отметили, что на первом этапе были определенные проблемы, сложности. Это, наверное, было и неизбежно, имея в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, нужно модернизировать всю систему работы военкоматов. Эта работа, как известно, напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти. Она должна быть выстроена на современном уровне. Отмечено, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, проходят подготовку. 82 тысячи в зоне проведения СВО. Из них 41 тысяча задействовано в боевых действиях. И сегодня же в Архангельске проводили 15-ю группу мобилизованных северян. Они будут проходить подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Министерства обороны в Калининградской области. До этого, напомним, были отправки мобилизованных на учебные полигоны в Печенгу, Мурманской области и под Санкт-Петербург. По словам военного комиссара региона, в этой группе очень много добровольцев, в том числе ветеранов боевых действий. В Архангельске запустили производство специальных устройств для военнослужащих. Крюки-кошки и специальные фиксаторы Руднева – оба приспособления востребованы в зоне проведения специальной военной операции. Подробности у Алексея Карельского. Инициатором изготовления таких приспособлений стало общественное движение и фонд помощи добровольцам свои люди. По словам одного из учредителей движения, Константина Алюкова, заявки на такие изделия поступили от военнослужащих и силовых ведомств. В обстановке минной опасности необходимо пользоваться такими приспособлениями, изделиями, как инженерно-саперная кошка. На данный момент ими оснащают именно саперные подразделения. Но в нашем понимании у каждого бойца должно быть такое изделие. И, соответственно, наша задача, чтобы каждый военнослужащий уходил с такой вот инженерно-саперной кошкой. Она предназначена для приведения к срабатыванию противопехотных, противотанковых, специальных мин с натяжными и обрывными датчиками цели. Инженерно-саперную кошку можно использовать как на открытой местности, так и в помещении. Уже изготовили порядка ста штук, пробную партию, не останавливаем производство, продолжаем, потому что есть потребность, и показали они уже себя в работе, так сказать, ребята довольные. И сейчас уже прорабатываем, в дальнейшем пообщались, прорабатываем изготовление для жгутов фиксаторов. Также сейчас прорабатываем в момент с изготовлением бронепластин для бронежилетов. Предприятие готово приступить к выпуску металлических фиксаторов для жгута Альфа-Бубнова. Это еще один, на первый взгляд, маленький, но крайне необходимый для сохранения жизни элемент. Производство на предприятии продолжится до тех пор, пока будет оставаться потребность в этих изделиях. В ближайшее время первую партию отправят военнослужащим, которые выполняют боевые задачи специальной военной операции. Алексей Карельский, Лидия Папуш, Регион 29. В России набирает обороты новое общественное движение «Шьем для наших». Рукодельницы всей страны изготавливают одежду для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Подключились к движению и в Архангельске. В Архангельске группы для пошива одежды нашим бойцам организовала Ольга Кутряшова. Толстовки, балаклавы, снуды. Мастерицы говорят, изготавливать эти вещи несложно, если искренне верить, что через них военнослужащие почувствуют тепло поддержки с малой родины. Мы занимаемся этим чуть меньше месяца. И результаты... Вот. К нам присоединилось порядка 300 человек. Кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то помогает финансово. Ну и все вместе мы занимаемся благим делом. Мы не останавливаемся. Мы заказали сегодня еще уже один рулон. Так что мы продолжаем помогать нашим ребятам. Носки для них вяжут, как правило, старшие поколения. И без гостинца здесь не обходится. Когда приносят носочки, вкладывают внутрь вкусняшку, либо что-то приятное для наших бойцов. Еще нам принесли целую стопку детских рисунков с пожеланиями для наших ребят. Мы тоже обязательно отправим. Помогают и люди, которые не имеют к шитью никакого отношения. Приносят деньги. На них покупают ткань. А потом на каждом готовом изделии напишут. Изготовлена с заботой о вас руками женщин города Архангельска. К нам приходят те, кто хочет помочь. Мы им отрезаем ткань, даем выкройки, объясняем, как сшить. Если они первый раз это делают, они забирают домой ткань, отшивают и приносят нам готовые вещи. Те, кто не умеет сшить, вязать, они приносят ткань, достают из своих запасов. Координирует всю работу по оказанию помощи мобилизованным северянам губернаторский центр «Вместе мы сильнее». А присоединиться к благотворительному пошиву одежды для военнослужащих могут все желающие. Еще один вариант помощи – купить пряжу и ткани. Их можно принести по адресу Поморская, 11, в магазин на второй этаж. Ангелина Парфенова, Виолетта Копылова, Светлана Михеевская, Регион 29. К другим темам. Построить отечественную систему автоматизированного проектирования для судостроительной отрасли. Такая задача стоит перед IT-компаниями. Возможности и наработки обсудили участники седьмой конференции предприятий Объединенной судостроительной корпорации. Николай Цып узнал подробности. В аудитории Севмаш Фтуза ныне и СМАРТ представители судостроительной отрасли со всей страны. Как производственники, так и проектанты. Это седьмая по счету конференция, но, пожалуй, одна из самых важных из-за последних событий в мире. Речь идет о создании отечественной САПР – системы автоматизированного проектирования для судостроителей. Создание этой системы обеспечивает стратегическую безопасность нашей страны, потому что у нас появляется свой защищенный продукт, свой продукт для создания стратегических кораблей, обеспечивающих обороноспособность. САПР – это набор различных компьютерных программ на предприятиях, в которых создаются будущие корабли. Проблема в том, что сегодня эти системы в большинстве своем зарубежного производства и с 2014 года обделены обновлением и развитием. У нас там появятся новые потребности, новые возможности производства, и под них потребуются новые системы автоматизированного проектирования. Так как нам сейчас действующие не поддерживают, то они, естественно, начнут отставать. И вот наша задача наших отечественных разработчиков – как раз создать уже и развивать в дальнейшем под наши потребности вот эти системные продукты. И как бы это ни звучало, но все же благодаря санкциям рынок систем автоматизированного проектирования в России сегодня свободен. На сцену выходят отечественные разработчики. Крупнейшая в России – компания «Аскон». Они уже получили требования к системе автоматизации от предприятий ОСК и приступили к работе. Мы сейчас не просто повторяем, что сделали зарубежные поставщики. Мы делаем лучше на основе новых технологий, новых возможностей, для того, чтобы инструменты для судостроителей были лучше, качественнее и быстрее выполняли задачу. Как раз идея многих корабелов – урегализация единой системы сквозной для всех предприятий, она будет реализована. Разработка сейчас ведется за счет собственных средств компании, но вскоре на помощь придет государство. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Спиридонов. Однозначно без господдержки эту проблему не решить. Поэтому в бюджете сейчас предусматривается финансирование по госпрограмме разработки этих систем. На сегодня уже обозначены сроки создания российских САПР – это 2025 год. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Регион 29. Сегодня в столице Поморья открылся 14-й по счету Северный межнациональный форум. Он стал площадкой для обмена мнениями на тему укрепления народного единства, мира и согласия. В программе форума разговор на тему о будущем без экстремизма и духовном наследии русского севера. Дискуссия о мифологизации истории и правде жизни. Вопросы гармонизации межнациональных отношений, общероссийской идентичности находятся постоянно в поле зрения органов государственной власти и местного самоуправления, силовых структур и общественных организаций. Эти вопросы всегда в центре внимания участников ежегодного Северного межнационального конгресса. Форум работает на нескольких площадках. В Институте открытого образования эксперты обсудили вопросы противодействия фальсификации истории и создания антироссийских исторических мифов. Миф может быть и привлекательным, и отталкивающим, но всегда порождает дальнейшую цепь заблуждения. Конечно, Митрубин может полностью исказить мировоззрение людей, подорвать их убеждения, конечно, повлиять на поступки. Поэтому он становится орудием в руках тех сил, которые желали бы спекуляции и прямой фальсификации прошлого, решить наше общество его истории, а значит и будущее. Основной вопрос, как связаны исторические события, фейки и современные мобилизационные процессы, происходящие в России, и как геополитическая ситуация сказывается на безопасности русского мира, начиная с Первой мировой войны. Ну вот один из мифов, который распространяется сегодня в Европе и в целом мире, это то, что здесь Россия равна виновницей этой войны, как и Германия, как и другие страны. И часто забывается, что главный и основной виновник – это Германская империя и союзные государства. А в гостиных дворах гостям форума со всей страны рассказали о традиционных для нашего региона рукоделиях и наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Первое место в номинации «Городской округ» – это Онежская. Онежский муниципальный округ. Они победили в этот раз с этнопрендированием «Онего, Родина Морошки». И, безусловно, поселение МО, муниципальное поселение Дорогорское Мизенского района – это деревня Кимжа, которая славится своей уникальностью, славится своими мельницами. Это награда за вклад в культурный обмен, укрепление межнационального мира и согласие, реализацию мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне. Проект «Царевна Морошка» у нас существует с 2015 года. Это сказочный персонаж, который поселился в городе Онего и который активно сейчас развивается. В этом году мы открываем резиденцию. Очень надеемся, что к нам приедет очень много детишек, гостей. И мы ничем не хуже будем Дедушке Мороза или Матушке Зимы. И также будем готовы принять всех в наши резиденции. Отметим, что Поморье по праву считается территорией единения. Ведь здесь проживают представители 108 национальностей. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. Первые не только в регионе, но и в стране. В Архангельской школе номер 68 открыли кадетский класс, который будет бороться за экологию родного края. Все серьезно. Торжественная клятва, вручение, погон и план, сверстанный на годы вперед. Мой коллега Артемий Заварзин пообщался с теми, кто даст фору крупнейшим фондам по защите природы. Вот с этих сосенок началась история экологических кадет. Еще 4 года назад первоклассники высадили их у стен родной школы. Потом, что называется, втянулись. Акции, субботники, конкурсы на зеленую тематику. Мы ездили на экскурсии, в дендрологический сад ездили, везде участвовали в разных акциях. Сегодня забота о природе привела их к торжественной клятве. Они первые в регионе и в стране стали участниками экологического кадетского класса. Погоны получены, эко-пионерский галстук повязан, план работы сверстан. За счет природы, не мусорись и настраивать на все это всех окружающих. Инициативу детей поддерживали взрослые, прежде всего учитель начальных классов Ирина Горева. Она подпитывала тягу к экознаниям и привычкам так сильно, что слава о ребятах из теперь уже 5-го Б пошла далеко за пределы школы. Нас заметили, что мы почему-то в этих конкурсах любим участвовать и хорошо участвуем. Мы стали эколятами. И потом мы уже осознанно, конечно, выбирали эти конкурсы, участвовали в проекты. Экологический кадетский класс – это не только атрибутика и ритуалы. Старшие товарищи в деле защиты природы помогут и методически, и практически. Это наши первые ребятки, эколята по морю, которые участвовали в проекте президентского победителя президентского гранта, эколята по морю, и сделали очень многое. На ключевом мероприятии нашего региона, это конференция по микропластику, было заключено соглашение между правительством и 68-й школой. И на основании этого соглашения сейчас как раз при его реализации создается экологический кадетский класс. 2023-й объявлен губернатором области годом экологии, а значит, быть новоиспеченным кадетом на переднем крае в решении актуальных проблем. И вдруг возникший в школе интерес станет делом всей жизни. Кто-то закончит школу и станет ученым-экологом. Кто-то, может быть, просто что-то изобретет. Кто-то ничего не изобретет, но не бросит бумажку на улице, не обидит бездомную кошку, выключить свет, проходя в коридоре, просто потому что он такой человек, потому что он так воспитан. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Регион 29. Второй день в Архангельске проходит региональный форум «Лето плюс». Организаторы детского отдыха обсуждают успешные практики оздоровительных компаний и решают, как улучшить досуг школьников в каникулы. Минувшим летом свыше 30 тысяч юных северян вкусили съедобные, познавательные и развлекательные прелести детских лагерей Архангельской области. Большинство из них, 349, было с дневным пребыванием. В передовиках организованного отдыха – столица Севера. Здесь работало аж 69 таких площадок. Впрочем, для участников форума «Лето плюс» опыт Архангельска ценен не столько количеством лагерей, сколько форума их организации. В школах областного центра ей занимались учреждения дополнительного образования. Не всегда есть ресурсы в школе для того, чтобы качественно разработать программы смен лагеря. И методисты уже учреждения дополнительного образования, профильные специалисты оказывают такую неоценимую помощь. Ломоносовский дом детского творчества, например, помогал организовывать досуг ребят сразу в нескольких школах Майской горки, округа Воравина-Фактория и Сокогорки. Профили деятельности очень разнообразные. Это патриотические, экологические, добровольческие, профориентационные, спортивные. Программы отдыха очень насыщенные и в плане разнообразия мероприятий, в плане познавательной деятельности. В следующем году Ломоносовский дом детского творчества планирует открыть лагерь в новом здании 28-й школы, на базе которой проходит второй день форума. Современная начинка учреждения тому благоприятствует. Тут и скалодром, и планетарий, и просторный актовый зал. Здесь у нас будут изучение правил дорожного движения, изучение проекта «Здоровое детство» в медблоке у нас есть. Хорошая спортивная инфраструктура, так что, ну, детки отдохнут очень хорошо. В следующем году организаторы детского отдыха рассчитывают заинтересовать лагерями с дневным пребыванием как можно больше ребят в возрасте от 14 до 17 лет. А для этого разработать новые программы технической, естественно-научной, туристко-краеведческой направленности. Алексей Карельский, Светлана Михейская, Регион 29. Далее реклама. Не переключайтесь. Их цель – помочь производству в освоении новых технологий и новых видов продукции. Отделу по научно-исследовательским разработкам службы главного технолога Коряжемского филиала группы «Элим» 60 лет. Подробности у Лидии Папуш. Отдел по научно-исследовательским разработкам службы главного технолога представляет собой комбинат в миниатюре. Все исследования, проводимые здесь, повторяют производственный процесс – от щипы к целлюлозе, а затем к готовой продукции – бумаге и картону. Здесь производится варка целлюлозы. Здесь мы разрабатываем новые режимы варки, то есть корректируем старые режимы варки. Все очень оперативно, то есть быстро мы можем поменять разные режимы с разными режимами, посмотреть оптимальный режим, чтобы лучшая белизна там была, самая низкая жесткость или там высокая механика. Ну, смотря, такую задачу нам зададут. На каждом этапе сотрудники ведут анализ данных, сопоставляют результаты, дают рекомендации. Цель – помочь производству в освоении новых технологий и новых видов продукции. Это аппарат для сортирования щипы. Щипа, которая поступает на варку. Отделяется крупная фракция от мелкой фракции и от опилок. Со второго, с третьего сита нормальная щипа поступает на варку. Она должна быть не менее 85-90% от всей массы. Высокие требования к качеству продукции ставят перед научно-исследовательской лабораторией новые задачи. Поэтому сотрудники вновь и вновь отрабатывают технологические режимы. Что изменить, убрать или наоборот добавить в процессе, чтобы улучшить производство. Мы делаем здесь физико-механические показания бумаги, такие как белизна, разрывная длина, продавливание, раздирание, скот-бонд. Филиал группы «Элим» в Коряжме – одно из немногих предприятий, где сохранилась научно-исследовательская лаборатория, которая помогает оперативно и профессионально решать задачи по запросам производства. Например, в этом году сотрудники отдела по научно-технологическим разработкам сыграли ключевую роль, когда предприятие должно было освоить технологии импортозамещения химических реагентов. Всего за месяц без остановки производства сотрудники Коряжемского филиала перешли на собственный сернистый ангидрит для отбелки целлюлозы. Лидия Папуш, Нина Поломодова, Александр Конин, «Регион-29». Артисты пинежского любительского театра «Свет и Ко» с успехом выступили в Москве на международном фестивале. На конкурс приехала труппа из шести самобытных актеров, среди них люди разных профессий – от фармацевта до инженера. О том, кого своим выступлением покорили сельские артисты, расскажет мой коллега Дмитрий Черноусов. Сельские артисты-любители выходят на столичную сцену словно на родную. Правда, чуть смущаются членов жюри. Ведь на фестивале такого масштаба театр «Светика» впервые. Отборочный этап международного конкурса любительских театров имени Фаины Раневской прошел в Москве. На сцене учитель, фармацевт, мастер, секретарь, инженеры. Казалось бы, что может объединить людей таких разных профессий? Конечно, театр. Искусством эти пинежане занимаются для себя, для души и для любимых зрителей. Мне кажется, каждому человеку хочется попробовать себя в какой-то другой роли. А театр именно то место, где можно себя пробовать в любом плане, что ты чувствуешь внутри. Ты вроде выжат весь как лимон, вот эта энергия из тебя высосана вся, но кайф испытываешь вообще неописуемый просто. Пинежане представили комедию «Русское лото». Сразу после выступления обсуждение и ценные советы от звезд театра и кино. Я смотрел тут «Русское лото», который, да, спектакль. Они очень профессионально играют, они профессионально работают на сцене. Это нисколько не хуже профессиональных акторов, может, даже иногда бывает и лучше. Я могу сказать, даже и лучше, и даже в данном случае. Поэтому я понимаю, что зритель с удовольствием пойдет их смотреть. Примера спектакля «Русское лото» состоялась в Карпогорах в далеком 2019 году. Спустя два года пинежские театралы-любители по просьбам зрителей сыграли комедию вновь. Местные с интересом наблюдают за деятельностью театра и всячески поддерживают, находясь даже на расстоянии. Люди и звонили, и писали смс. И понятно, что это огромное количество тех людей, которые нас поддерживают. Это просто, конечно, нам очень сильно помогало в выступлении. Это однозначно. На фестивале важно не только себя показать, но и на других посмотреть. Мои артисты смотрели на игру других актеров и говорили, что я так же хочу, вот это мне интересно. А вы видели, как они тут отыгрывали глазами? А вы видели, как они тут? Я прекрасно понимаю, что в этот момент они сами обогащаются и в дальнейшем при постановке спектаклей будут предлагать свои идеи, исходя уже из увиденного. Северяне заняли первое место в фестивале и прошли финал конкурса, который состоится в столице в мае следующего года. А сейчас артистов с нетерпением ждут на малой родине, ведь театральный сезон в самом разгаре. Дмитрий Черноусов, Регион 29. На этом все. Я желаю вам исключительно хороших новостей и всего самого доброго. Ждем вас у экранов в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин